Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Пустые Баночки. Что интересного скопилось за это время? Давайте смотреть! Давайте начнем с детской серии, которая вот просто покорила, очень нравится и сама ей пользуюсь, и Ксюшка, и Крестюшка, это Лапчика. Здесь у меня много продуктов из этой серии. Я вам в покупках Wildberries и Ozone уже показывала, что крем, эмалент, который стоит копейки, кто-то там написал, я не знаю, где вы ищете, и вы не имеете искать. Крем, эмалент, вот он, стоит 100 рублей. За 2 штуки я отдавала где-то 215 рублей на Ozone. То есть по 2 штуки выгоднее брать. Один может, он и дороже стоит. Там у разных продавцов по-разному, как и любой продукт, вообще на Wildberries на Ozone, вообще по-разному. Одного может стоить 1500, у другого 50 рублей. Поэтому надо искать. 215 рублей за 2 штуки, я считаю, это очень дешево для крема эмалент, который помог нам справиться с сухостью. У нас летом этого не было, то зимой было на ножках при стюшке, иногда на ручках, иногда внизу животика. Знаете, по типу уже может начаться атопический дерматит, но я не придаю значения, я знаю, что у моего ребенка все хорошо. Бывает, просто бывает. Когда началось отопление, в этом году опять была та же песня. Не снимали крема ни Фуберлик, никакие другие, и решила по отзывам попробовать. Спасибо тем, кто посоветовал. Потрясающе. Просто крем убрал, все на ура. Если вот она объелась мандарилов, объелась конфет, знаю, все покраснеет, труба. Уже начинается этот процесс, на ночь мажу под подгузник вот этим кремом, все, с утра все чисто, идеально, все прекрасно. Вообще, потрясающая серия. Тут два продукта, средства для подмывания младенцев и детское жидкое крем-мыло. Мы пользовались и тем, и тем одинаковые, и для подмывания, как мылом детским, все отлично, все замечательно. Надо смотреть. Когда-то дешевле на Лэблис, когда-то на Озон ставим себе фильтр, и по два средства всегда дешевле. Вот тут целых три бутылки. Это детское средство для купания от макушки до пяток. Потрясающе. Вот я с ним тоже как гель для душа его использовала. Принимала с ним душ, вообще кожа не сохнет, никакого раздражения нет. Просто сейчас еще носим шеер, синтетику, идет все равно какое-то механическое воздействие на кожный покров, да, отопление, холода на улице. И она страдает, сохнет, иногда где-то зудит, да, но постоянно такое зимой бывает, периодически вот. А вот тут сходишь в душ, все кожа отлично чувствует. Детский крем-гель для купания и детская пена для ванн успокаивающей. Тоже использовали как одно вот стоит, и купаемся с ним, и волосики с ним, крестюшки мы, и сама душ принимаю. Все отлично, вообще безумно понравилась серия, я много набрала в запас, еще хватит надолго. Потом возьму еще. Бёбхен брала на рандеву вот это вот детское средство, ароматная дыня, детский шампунь и гель для душ. Ну, не знаю, Бёбхен, мне кажется, вообще был раньше лучше, когда Ксюшка была маленькая, еще он был вот получше, а сейчас как-то испортился. Яркая душка, спутывает волосы Ксюхе, мыли с ним волосы, поэтому, ну, так, сяк, через косяк, наверное, больше не повторю. Так, морская соль, кто-то из девочек на ютубе, по-моему, писал, что у ребенка было раздражение очень сильное на нее, это из фикса. Соль у нас с вами, натуральная для ванн, она у нас без примесей, у нас не было раздражения, вот Крестюшка с пачкой с этой доиспользовала, принимала ванну, ничего не было, ни аллергических реакций, ничего. Антижир бренд-фри, у нас с вами есть отдельный ролик по этому средству, нравится, еще три штуки в запасе, потому что заказывала четыре, так гораздо выгоднее. Вот я его использовала за три недели, потому что очищала все, очистила у себя духовку, очистила, ну, все, что могла с ним, очищала, мне очень нравится, хорошо работает. Он не такой ядовитый, как ГРАС-антижир, но по мощности не уступает, поэтому понравилось средство очень. Ай, кислородные пятновыводители, это вообще что-то, так, дальше, Эль-Сеф, шампунь для волос, полное восстановление, вы знаете, понравился, восстанавливающий шампунь, 2% концентрация кератина, понравился, очень понравился, на рандеву тоже брала, после него волосики даже мои, вот сухие, они не требуют прям вот маски или бальзама, очень хорошо увлажняет, замечательное средство. Дальше, гель для умывания, биобьюти, минеральный, вот такой, это вообще моя любимка, просто вот эти их средства, минеральные для умывания, для очищения кожи, это что-то с чем-то, я обожаю на самом деле. Кто такой вот жескач любит, это ваша история, это землистая такая консистенция с большим количеством вкраплений, абсолютно натурально, не имеющая никаких химических одушек, знаете, как землица такая с песочком, ну как чистит, ну как чистит, ну на ура, ну просто на ура, вот шлифует, ороговевший слой полностью, снимая эту кожу, потом как у младенца, вот после этого, после такой чистки, где-то раз в неделю я ее делаю, что-то увлажняющее, и все потом просто, персик, просто восторг. Так, дальше, ой, я выкидываю девчонку, вот у девчонки вот эту штуку, Крэйзи Звери, Тигры, Тюлень, Скрапа, Баня для лица, мы с вами тоже тестировали, такая гадость, вообще не понравилась, это такая гадость, это черная такая консистенция, я даже сейчас боюсь открыть, потому что вся заляпаюсь, она действительно распаривает, потому что, ну не распаривает, она закупоривает все, когда на кожу наносишь эту маску, создается эффект Бани Сауны, да, потому что закупоривается все намертво, здесь вот эти частички дижонской горчицы, которых очень мало, они вообще никакой роли не играют, абсолютно не скрабируют, это не скраб Бани, это жуткая консистенция тягучая, которую наносишь на лицо, и потом вообще фикс моешь, просто фикс моешь, распаривающий эффект есть, с той же целью можно полицейский пакет на лицо положить, эффект будет такой же, с минимумом вреда, тут гадость вообще укидываю. Так, дальше, избавляемся от всего ненужного, да, две маски, или три даже, три маски от Агафьи, первая, это моя любимая, экспресс омоложение, потрясающая утренняя маска, которая приводит лицо вообще просто в тонус, выравнивает, разглаживает, бодрит, она может слегка покалывать, пощипывать в каких-то местах, и за счет этого вообще круто сгоняются отеки, лимфодренаж происходит великолепный, обожаю эту маску на утреннее применение. Эти все маски можно в пределах 100 рублей, а даже и рублей за 60, за 70 на распродажу взять. Дальше, даурская, вот такая антивозрастная, тоже понравилась, она тоже слегка пощипывала на начале, потом перестала почему-то. Хорошая увлажняющая маска, вот такого вот светло-сиреневого цвета, она кремовая, в корке не застывает, хорошее увлажнение, и как-то вот тоже небольшой лимфодренаж после нее наблюдала. Контрастная тонизирующая лифтинг-маска, вот она тоже пощипывает, она кремовая такая, белесая масочка, хорошенькая, немножечко может, да, вот так вот пощипывать, увлажнение, ну и как бы все. Вот эти две маски я навряд ли повторю еще раз, но может быть вот эту, если только. А это любовь, это уже у меня не первый год, вы видите, в баночках. Так, это что у нас? Ой, это Рише, это Рише крем, откопала из старых запасов, это небюджетная косметика, на обзор как-то прислали. Классные у них, конечно, средства, у Рише для волос и для лица, но я не могу сказать, что они стоят своих денег, поэтому я на этом даже останавливаться не буду. Дорогая упаковка, очень тяжелая, стеклянная, и все. Так, ну это Дейзик Рексона, сейчас пока Рексона пользуюсь, все устраивает, раньше пользовалась постоянно. А потом много лет Фаберлик, а сейчас почему-то опять решила перейти на Рексона. Так, Алик Скин маска у нас с вами против пигментации, вот эта вот фиолетовая, тоже небюджетная, но она хорошо работает, она вот такая вот зеленоватая. Она очищает, она увлажняет, у нее очень богатый, классный, крутой состав. То есть как бы она оправдывает свои средства, да, но я не могу сказать, что она прям полностью пигментацию убирает, нет. А вот эти все заявления у косметических брендов, они ложные, потому что если пигментация, не если она практически всегда гормональная, но не уберет ее косметический продукт, может слегка отбеливать, да, отбеливать. То есть комплексный уход, вместе с кислотами, плюс вот такие вот масочки, да, можно реально, в принципе, все здорово, и пятна посветлеют, и будет все замечательно. Ну, а так как самостоятельный продукт громко заявляет, что вот, да, мы убираем пятна на пятна, нет. Так, а вот это, девчонки, у нас с вами ВПРО, WPRO, это очень крутое средство для очищения машин, посоветовала Наталья в Телеграм, привет тебе большой. Я купила, стоит в районе 1000 рублей 10 штук, раз в месяц, раз в два месяца советуют мастера по ремонту стиральных машин, это средство всегда. Чистите им машинку, никакая лимонка не идет в сравнении, это глупость вообще, девчонки, я почистила раз, почистила два, и потом почистила три, наверное, уже много месяцев назад я купила, или два раза только почистила, и у меня машинка перестала отжимать, она вот доходит до отжима, и все, и не отжимает, что же случилось-то такое, я уже мастеру позвонила, потом полезла в интернет, там на экране ошибка, я посмотрела, что значит это ошибка, и полезла, знаете, туда вниз, вот где сливной такой есть шланг, где отверстие, которое надо периодически чистить, внизу вы чистите, чистить надо, а там, там просто вот этого налета, камня вот этого, там забито все, поэтому вот эта штучка не крутится, я не знаю просто как вам объяснить, я, кто чистит это отверстие, тот понял меня, а кто не чистит, зря вы это делаете, и там вот это все забито, то есть вот это средство, она вычистила машинку изнутри полностью, весь вот этот налет, который собрался со стенок, он собрался вот в это отверстие, забил его полностью, там такие булыжники, камни, куски, Я все там прочистила, все это оттуда вытащила, и машинка начала отжимать, отменила мастера, все, все отлично, все нормально, все супер, просто моя машинка очень хорошо почистилась, я не догадалась очистить это отверстие, поэтому средство рабочее, работает на ура, аналогов я не знала. Так, краска Эстель, которую мы красили с вами последний раз, заказ стоит родовой, Эстель Делюкс, оставила специально баночку, потому что думала, буду, не буду брать, нет, не буду, 866 оттенок, сначала получаешься черно-фиолетовый, потом этот пигмент смывается, получается вот такой вот красивый цвет, но я еще краской поверх утонировалась, потому что желтизна все равно на корнях была, была ее, было видно, поэтому, ну нет, нет, не зашла мне эта краска, даже вот понял, дешевая, лучше, мне нравится, и желтизны от нее нет. Вот и вообще все прекрасно, а тут все-таки Эстель нет, мне не нравится, ни обычные, ни Делюкс, я не вернусь, вот попробовала и хорошие. Седину, кстати, все равно хорошо закрашивает, вот один плюс, вот тут седину хорошо закрасила, вот этот, вот этот оттенок. Так, ну на этом все, мои хорошие, вот такие пустые баночки были в этот раз, надеюсь, видео было вам интересно и полезно, всех любят, целую, всем пока-пока.